Обитатели иной реальности проявляют интерес к исходу жизни человека. Откровение известного ученого Карла Юнга о том, что перед самой смертью человек видит во сне. Несмотря на то, что у человечества нет убедительных доказательств бессмертия души, существуют явления, которые заставляют нас задуматься о ее возможном существовании. Эти феномены я могу воспринимать лишь как вероятные указания на бессмертие души, а не как область абсолютного знания, писал в одном из своих трудов выдающийся психиатр и психолог Карл Густав Юнг. Юнг относил к таким явлениям сны, в которых фигурируют люди, завершившие свой земной путь. Такие сновидения иногда посещали самого Юнга, его пациентов и учеников. Проснувшись в ужасе, я узнал печальную новость. Карл Густав Юнг был убежден, что наше бессознательное формирует наше восприятие бытия, посылая нам различные образы, особенно через сны. В сороковых годах прошлого века Юнг сам столкнулся с таким образом, посланным его подсознанием. В тот день он возвращался домой поездом. Заснув в вагоне, он увидел тонущего человека. Этот образ встревожил его. Юнг подумал, что может значит этот сон? Это скорее всего не к добру. Прибыв на свою станцию и направляясь домой, Юнг не мог избавиться от тревоги, вызванной этим образом. В своем саду он увидел играющих внуков, которые казались ему чем-то расстроенными. Он спросил их, что произошло. Оказалось, что дети играли у причала, и младший внук Юнга упал в воду. Мальчик не умел плавать и мог утонуть, если бы его старший брат не пришел ему на помощь. Все это случилось, пока Юнг ехал в поезде. Мое бессознательное предупредило меня о случившемся, и это предостережение оказалось верным. Люди часто получают подобные предупреждения, но не придают им значения. Если мое бессознательное смогло предупредить меня о реальном происшествии, почему бы ему не сообщить мне о реальности чего-то другого, например, о возможности существования бессмертной души, говорил Карл Юнг. «Однажды психиатру приснилось, будто бы он находится в гостях у кого-то. Там он встретил своего покойного друга и сестру, которая тоже умерла. Сестра Юнга шла под руку с женщиной, которую психиатр хорошо знал. Проснувшись, я никак не мог вспомнить, кто была та дама, гулявшая по саду с моей сестрой. Я точно знал, что она жива, но также понимал, что она вскоре умрет. Я начал перебирать в голове всех своих знакомых, чтобы вспомнить ее, но безуспешно, рассказывал Карл Густав Юнг. Вскоре после этого Юнг получил известие о смерти одной из своих знакомых. Тогда он понял, что именно эту женщину видел во сне. Карл Юнг рассказывал о сне, приснившемся ему перед смертью матери. «Она умерла, когда я находился в Тессине. Это известие меня потрясло, ее смерть была неожиданной. Накануне ночью я видел сон, в котором находился в мрачном лесу. Вдруг раздался пронзительный свист, и из леса выскочил огромный волк со скаленной пастью. Он промчался мимо, и я осознал, что это был древний германский бог Ватан, который унес мою мать к ее предкам. Я проснулся в ужасе, а утром получил печальное известие о смерти матери. По таким снам можно судить об интересах и потребностях бессмертной души. Когда происходят подобные случаи, им сложно доверять, так как такие сообщения субъективны. Они могут предупреждать нас о чем-то реальном, а могут и не иметь отношения к действительности. Однако мои бессознательные подсказки чаще всего оказывались верными, делился своими наблюдениями Юнг. Юнг рассказывал не только о своих снах, но и о сновидениях других людей. Одним из таких примеров был сон его 60-летней ученицы, который она видела незадолго до своей смерти. Эта женщина оказалась в школьном классе, где за партами сидели ее покойные подруги. Они, казалось, чего-то ждали. Ученица Юнга начала оглядываться вокруг, надеясь увидеть лектора. Но его там не было. И тогда она поняла, что ее подруги пришли за ней. В этом сне собралась довольно необычная аудитория. Подруги женщины из иной реальности проявили интерес к завершению жизни 60-летней ученицы Юнга. «Для нас, живущих, в этом нет ничего необычного». Но если предположить, что такая аудитория действительно существует, то их живой интерес к психологическому состоянию человека в конце жизни вполне объясним, размышлял Юнг. Психиатр утверждал, что по таким снам можно судить об интересах и потребностях бессмертной души. Юнг подчеркивал, что этот вывод он сделал, изучая сны о покойных. Какие же потребности, по мнению психиатра, есть у души в иной реальности? В одном из снов Юнг увидел своего друга, ушедшего из жизни несколько недель назад. Во сне его друг жил на холме. Он сидел за столом в саду и беседовал с каким-то незнакомцем. Юнг понимал, что они обсуждают психологию. Беседа была настолько увлекательной, что его друг жестом дал понять Юнгу не вмешиваться. Юнг вспоминал, что его друг при жизни мечтал изучать психологию, но эта мечта так и не осуществилась. Психиатр пришел к выводу, что если существует иная реальность, то души в ней стремятся реализовать свои истинные желания. Карл Густав Юнг говорил, что если душа и существует, то ее следует воспринимать как нечто, принадлежащее другой реальности или миру мертвых. Мы не можем с абсолютной уверенностью знать, есть ли в нас нечто, что переживет нас и останется в вечности. Мы можем лишь предполагать, что какая-то часть души, возможно, даже не осознавая себя, продолжает существовать после нашей смерти. И каждое удачное толкование сна подтверждает это предположение, говорил Карл Густав Юнг. Напишите в комментариях, что вы думаете о словах Карла Юнга и верите ли вы в жизнь после смерти. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Благодарим всех за обратную связь.